Уже понималось, что многие ученики Бориса Юрьевича сейчас работают не в нашей стране, а в инвизор. Ну, конечно, то же самое произошло и со многими выпускниками нашего отделения, в частности, с теми, кто вместе с Борисом Юрьевичем были первыми студентами СИГЛА. Уже Владимир Михайлович перечислял этих пятерых первопроходцев. И вот одна из них, Александра Раскина, узнав о окончании Бориса Юрьевича, прислала свои воспоминания. И я думаю, что, поскольку не все, может быть, после нашей официальной части смогут пойти наверх, чтобы продолжить наше общение на неформальной обстановке, я хочу вас познакомить с этими воспоминаниями. Ольга Федоровна и написала, и Саша Раскина ответила. Ответила вот такими воспоминаниями. Память о Боле Городицком. Только что первым из нашего выпуска ушел Боле Городицкий. Пришла пора рассказать, каким он был, наш первый выпуск. Память человек. Боря Городицкий, Оля Крутикова, Женя Лобов, Саша Раскина, Оля Шуметова. Нам очень повезло. Мы все были очень разными. Из разных семей, разного воспитания. Или, например, разных отношений к Шахановичу. Кто его любил, а кто боялся до обморока. И так далее. Думаю, что и политические наши убеждения, у кого они были, во много не совпадали. Но я и сейчас этого точно не знаю. О политике мы не разговариваем. Никаких комсомольских дел тоже не помню. Даже не помню, кто был комсорг. Надеюсь, что не я. А вот старостный помню была Оля Крутикова. И вот за все пять лет мы друг с другом ни разу не поссорились. Нет, Бру, один конфликт был. И как раз у всей группы с Борей. Было профсоюзное собрание группы. И мы должны были выбрать профорга. А боль на собрание не было. Может, это как раз было, когда он ломал ногу. Ну, естественно, его и выбрали. Но вернувшись, он категорически отказался признать себя выбранным. Считая, совершенно справедливо, такие выборы незаконными. Мы спорить не стали, выбрали кого-то другого. Вот тут, кажется, меня. И больше никаких конфликтов не припомнили. Лично я дружила больше с девочками, двумя Олями. С Борей же мы сталкивались в деловом плане. После одного из курсов у нас была общая с ним практика. Винити, у Шрейдера в секторе. Мы должны были создать информационно-поисковый язык для отрывка из книги Трахтенброта «Алгоритмы и машинные решения задач». Сейчас свет интернета. Такое задание покажется устарелым и ненужным, но тогда для почищения мозгов оно было полезным и довольно сложно. Думаю, что по способностям мы с Борей не наступали друг к другу. Может, конечно, я себе решу, но, по крайней мере, они были сопоставимыми. Но вот по организованности и деловидности мышления, умению четко поставить задачу и составить план действий, он, безусловно, меня превосходил. Если бы я была одна, я, наверное, не смогла бы организовать задачу, поставить ее в рамки и неизбежно утонула бы в попытках формализовать весь русский язык. Боря сразу навел порядок, поставил нашему исследованию границы и на очень ограниченном материале мы быстро создали изящные ИПИА. Помню, что стереть, например, на этом ИПИА было что-то вроде сделать несуществующим. Не безинтересно, что опыт создания таких искусственных языков на ограниченном материале не пропал для нас с Борей даром. Впоследствии Боря и Вика Раскин создали формальный язык для сводок погоды, а мы с моей сослуживицей по Винитии Таней Чипига «Формальный язык – словоизменение русских и мирных словофор в виде перечня микроуниверсалий». Мы с Таней очень гордились своим достижением, но Зелезняк окатил нас холодной водой из ушата, сказал, «Но с глаголами у вас так ловко не получится». Мне очень понравилась работа с Борей, которая мог четко поставить задачу и не давала мне улетать. И вот, что я ему предложила. Мои родители дружили с известным ленинградским востоковедом Дьяконова. Дьяконов знал, что я как-то связана с Винитии, где есть ЭВМ. Тогда не говорили компьютеры, говорили электронно-вычислительные машины, ЭВМ, на которых делают подсчеты для Кнорзова, который расшифровывал тексты на языке майя. А Дьяконов хотел расшифровать так называемые библосские надписи, надписи на одном из древнейших семитских языков. Он проделал какую-то предварительную работу и хотел, чтобы я подключила к этому ЭВМ. Я обратилась с этим к Шрейтеру, и он сказал, что может дать мне машинное время, но программистов дать не может. И все это я должна буду делать сама. И вот я чувствовала, что одна я этого не потянула. А с Борей мы могли бы, если не полностью расшифровать эти надписи, по крайней мере, сделать какой-то шаг в этом направлении. Подумать только, расшифровать древнейшие надписи. Уже я слышала гром фанфар. Но Боря отказался принимать в этом участие. Я очень была разочарована. Но дело в том, что эта затея была какой-то журавль в ней. А Боря романтиком не был. Следующий, последний раз, когда мы что-то делали вместе, был текст Кокусника, который мы писали весной 1965 года к окончанию МГУ для нашего первого выпуска отделения оси Платива. И это была для меня новость, что Боря, оказывается, и это может. Я-то в такие занятия была погружена с детства, так как мой папа был профессиональным юмористом. Написание всяких пародийных или просто смешных, как прозаимчатых, стихотворных текстов на всякие дни рождения или Новый год, было в моей семье делом привычным. Но оказалось, что для написания Кокусника, соответствующая семейная среда, дело совершенно необязательное. Боря и здесь оказался исключительно на месте. Я уже цитировала в своих опубликованных воспоминаниях разные тексты из этого Кокусника. Но здесь приведу только песню «Охотный ряд» – парафраз песни Висбора. Так как я тогда этой песни не знала, и парафраз писал в основном Боря. Нажмись, Витгинсов, тормоз, наконец-то, на стиранию все пять лет подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь полклиника была, теперь приборы и ящики стоят. Разгорит здоровье дорогое здесь подлах, охотный ряд, охотный ряд. В подвале бродит гибрик молодой, глаза одной на ухлю горят. Студентов мучат летней практикой своей, охотный ряд, охотный ряд. Бывают дни, съезжаются отцы, звегинцев, жинкин, кузнецов, лурья. Лишь через «и» пишите, огурцы, охотный ряд, охотный ряд. Пару куплетов я не помню. Помню только, что в одном куплете цитировалась Карла Маркса «Борода», а следующий куплет начинался словами «И слава ходит тоже с бородой». Имелся в виду сотрудник кафедры «Слава» фамилия Миконна. Посмотрите, ложка. Не уверены, кстати, что все сегодняшние студенты Осипла знают, что первые выпуски нашего отделения учили в старом здании МГУ на Маховой улице, возле охотного ряда. Потом уже мы сталкивались с борьей, в основном только на лингвистических олимпиадах, составляли задачки. Но я была так любителем, сочинила штук пять-шесть. А Боря, как и везде, чем бы ни занимался, профессионалом, автором множества задач, а впоследствии одним из составителей задачника и его публикаторов. Подходя к концу этих воспоминаний, хочу еще упомянуть, что несмотря на то, что Боря вступил в партию, и всякое диссидентство ему было совершенно чуждо, На день рождения Шахановича, только что выгнанного из МГУ за подписание письма в защиту Васильевна Вольпина, Боря послал Юрию Александровичу поздравительную телеграмму. Так что, может быть, все-таки он был немножко романтиком. Спасибо.